А на сегодня у нас серия 11. 1 плюс 1. И ты не один. Вот так. Не один ты там. 1 плюс 1. Это серия 11. Правильно? Педали дали? Потому что вы забывали. И чтобы не забывали, я вам всегда вот это напоминал. Ну сколько можно? Ага. Педали дали? О! Вот это ваше спасибо. А на сегодня уже что? А на сегодня всё? Всё. Серия 11. Погнали дали. Если дали педали. Серия 11. И пока Пашка ел печенье, сидя верхом на барной стойке, Лиза перекладывала стальное печенье из разорванной упаковки в разноцветную жестяную банку. И мысленно ругала себя самыми последними словами. Да так увлеклась, что не заметила, как вернулся Женя. Тут как тут. И он зашёл в кухню. Осторожно положил на стол букет её любимых пионов. Успокоительные. И уже собрался подкрасться. Как сын испортил всю его охоту. Ага. Привет, папа! Прозвучало точно гром среди ясного неба. Отчего сердце Лизы пропустило удар. А Соколов буквально врос в пол. Стоять боятся. Их обоюдное молчание длилось всего минуту. Но ощущение возникло, будто это было несколько часов. И нарушил его первым Евгений. Он подхватил Пашку на руки и сразу отвернулся, чтобы не показывать Лизе покрасневшие глаза. Привет, парень! И он прижал его к себе. А Лиза, глядя на них, она забыла обо всём на свете. Пашка принял отца. Он полюбил его. Он поднялся, как самолётик. А затем перевела взгляд на бордовые пионы. И в голове словно замкнуло электричество. Закоротило козе. «Я беременна», — произнесла она негромко. «Беременна?» И он медленно-медленно развернулся к ней. «Угу. И она вытащила из кармана тест. Вот такая ирония судьбы. Или с лёгким паром. И заморгала от подкативших слёз. Надеюсь...» И он опустил Пашку, а затем подошёл и обнял свою дикарку. «Надеюсь, что ты плачешь от счастья сейчас?» «Не знаю, Жень. Всё так не вовремя. Всё как-то не к месту». И она уткнулась лбом ему в грудь. «А мне кажется, вовремя. И очень даже к месту». И он зарылся носом в её волосы. «Вернее, даже не кажется, я просто в этом уверен». «Скажи, а почему ты вдруг изменил своим убеждением? Почему ты вдруг захотел семью?» «В чём подвох, Женя? Ведь я тебя знаю. Тут всегда надо искать подвох». «Хм. Да никаких подвохов, Лис. Просто я тебя люблю. И Пашку люблю. Всех вместе. И он прижал к себе и его тоже. Тем более контроль качества я уже прошёл. Меня, наконец-то, вон, назвали папой». «А ты точно всего этого хочешь?» И она подняла на него взгляд. «Ведь жизнь твоя изменится до неузнаваемости. С младенцем будет куда сложнее. Да ещё и с двумя». «Ну, я уже достаточно пожил для себя, Лиза. Поверь мне в этом. И мне до безумия хочется пройти все этапы. Ну, как все проходят. Мне хочется, чтобы мой ребёнок видел меня с самого первого дня. Ну, чтобы он знал меня, а не постепенно вот привыкал». «В таком случае поздравляю». «Энна грустно улыбнулась. Ты скоро станешь отцом. Ещё раз». «В принципе, ты всё для этого сделал». «Ну, я старался». «И сегодня же он сделает ей предложение сие. Тянуть дальше уже никак нельзя. Не можно». «Ну, во-первых, Пашка должен носить его фамилию. Во-первых. Ну, а во-вторых, Лиза должна чувствовать себя в безопасности. Ну, а в-третьих, во-втретьих, в строю предвидится пополнение. Всё. Давай предложение. Своё». И весь вечер Соколов думал, какие слова подобрать и какой момент выбрать. «Может, когда Пашка ляжет спать? Или когда они все будут сидеть за столом и ужинать вместе? Или, может, прямо сейчас подойти к ней и надеть на палец кольцо и сказать, что отказа не примёт?» «Идеальный вариант выбрал. Ну да. Но всё-таки грубоватый. Хотя отказ он действительно не примет. «Невер аген. Лиза станет его женой. И точка. И тут без вариантов». А Лиза всё никак не могла понять своих ощущений сейчас. То ли она счастлива, то ли, наоборот, раздавлена. Второй ребёнок. Если у неё с Женей ничего не выйдет, она ведь не потянет двоих детей. И никакая удалённая бухгалтерия тебя не спасёт. Никак не вывезешь. Да и отец тоже становится всё слабее и слабее с каждым годом. Да он и не обязан тащить на себе неудачницу дочь, которая по дурости и безмозглости умудрилась снова забеременеть от человека, который уже предавал. А? Дубль два. Второй шанс дала. Лови. Как горохом об стенку. А? И тогда легонько треснула себя по лбу. Бздень! Пора заканчивать думать о плохом. Лиза. Женя изменился. Разве нет? Ну, не во всём. Но он ведь изменился. Ты ведь сама видишь. Своими собственными глазами. Че не? За мыслями успела и ужин приготовить, и на стол подать. Когда же пошла звать своих мужчин, удивилась воцарившейся в доме тишине. Тишина и спокойствие. Шо чай таке? На первом этаже никого не оказалось. Пришлось подниматься на второй. Это искала обоих в спальне. Шо? Сплять? Нет. Они о чём-то очень тихо-тихо разговаривали. Шушукали. Пашка то и дело хихикал. Зато Евгений был серьёзный и сосредоточенный. Директор. А вы чё это тут затаились? И она встала посреди комнаты. Тебя ждали. И Соколов тут же подошёл к Лизе, после чего опустился на одно колено. А Пашка встал рядом с отцом. М? Дубль два. Ну? Твой выход. И он шепнул сыну. Мама. И он выпрямился точно тут солдатик. Мам. Папа плосит тебя. И он задумался. Ну это. Он плосит тебя это. Ну это. Стать его женой. Ты согласна я? Мам. И в ответ Лиза сначала открыла рот, аж выпадывает шкатулочка, а потом закрыла. Евгений тем временем достал из кармана кольцо и протянул ей. Только она словно окаменела, ты, статуя, глядя на это кольцо. Вот буквально утром говорила отцу, что никогда и ни за что она не согласится. Никогда. На эвреген. Мама. Мам. Согласайся. А то у папы узя коленки болят. И он заметил, как тот ерзает. Я кое-как выдвела из себя, ибо во рту у нее все пересохло. Ну, Лиз, колени, — закивал Евгений, изобразив на лице искреннее мучение. Ну, раз колени, тогда я согласна. Все еще не верила во все происходящее. Да, они сговорились. Они элементарно не оставили ей выбора. О, до стеночки пришпилили, да? Ха-ха, со своими коленами, да? Ну да. Отлично. И он поскорее надел и на палец сияющие бриллиантами кольцо. А я почти не сомневался. И он поднялся со своих колен. Надо бы ковер здесь постелить. И он потряс одной ногой, а потом второй. А это было нечестно, между прочим. Ты использовал запрещенный прием. И она кивнула на улыбающегося Пашку. Ну, как видишь, пришлось идти на крайние меры. Виноват, улыбнулся тот. В этом ты и весь есть. Ха-ха, не мытьем, так катанием, да? Выкатаем. Угу. Ну да, это я. И даже кивнул тот. Ты моя, Лиза. Вы оба мои. И чтобы вас не потерять, я пойду на все. Ну, так понимаю, у нас резко появился повод выпить? А тебе нельзя. А я компот там сварила. А-а-а. А компот? Ха-ха-ха. Ну, в таком случае только после вас, госпожа Скоро-Соколова. Угу. Скоро-скоро. Ха-ха. А компот? И ужин прошел подозрительно тихо. Евгений не спускал глаз с нее. Она же то и дело кусала губы, хмурилась, будто сама с собой спорила. Эстеток вечера они провели в таком же молчании, отчего у Соколова уже начались давать нервы. Больше всего он боялся услышать, что Лиза передумала. И в итоге еле дождался, когда она уложит Пашку и отправится в душ, после чего нагрянул к ней в ванную. На ходу стащил с себя футболку, спортивные штаны и забрался в кабину. Все, плывем вместе, в одном корабле. Да? Лиз. И он прям навис над ней. Ну, че ты молчишь весь вечер, м? На что она обняла его за шею и потянула вниз, к якорю, чтобы сел на сиденье. И когда Женя опустился, она поспешила накрыть его губы своими. А рукой принялось ласкать то, что поднялось от первого же прикосновения якоря. И в постели не легли, будучи уже совсем без сил. И даже не заметили, как уснули. Скорее, просто отключились. И проснулась Лиза непривычно поздно, аж в девять часов. Девять, ого. Шо нормально. А шо, нельзя, че шо? Можем себе позволить. Паша меж тем сидел рядом с планшетом в руках и тихонечко играл себе. Ой, и она приподнялась на локтях. Ты же не кушал. Я кусал. И он оторвался от игры в змейку. Папа покормил. Мы с ним ели яйсницу. И тебе понравилось? Ага. Папа еще велел сказать, что сегодня вернется Лана. И мы поедем гулять. Хм. И она улыбнулась. Здорово. Хм. А куда мы поедем? Ээээ... Не сказал. Но когда встала и собралась застелить постель, снова ощутила боль внизу живота. Что-то явно не так. С Пашкой подобного не было. И сейчас же она набрала Жене. Привет. Ты можешь сейчас говорить? Привет, Лиза. Конечно. Пашка тебе передал мое послание? Хм. Слово в слово. Слушай, у нас сегодня, наверное, не получится. Я хочу к врачу наведаться. Что случилось? И голос тут же зазвучал жестко, бескомпромиссно. Лиз, не молчи. Да ничего ужасного, надеюсь. Просто низ живота у меня немного ноет. Думаю, провериться бы не помешало. Ты же не против, если я воспользуюсь твоим водителем? Да я тебя сам отвезу. Точно не сильно болит? Да ждешься меня? Да не дергайся ты там. Я сама справлюсь. Так, жди меня. Все. Все. Еду. И пик-пик-пик. Послышались эти короткие губки. Гудки. Пишите по-нормальному. Вот такой он безапелляционный человек. Безапелляции. Ага. Адвокат. Я против. Спешил Соколов так, что без штрафа в конце месяца точно не останется. А образы в голове рождались дикие, отчего давил на газ сильнее и сильней. Но когда приехал, когда вбежал в дом и уже был готов к самому ужасному, из гостиной вышла совершенно спокойная Лиза. Хотя и чуть-чуть бледноватая. — Ты как? — выпалил. — Все нормально, Жень. Я же говорила, что я справилась бы и сама. — Так, Лиза, если болит, это уже не нормально. А то, что мы вчера... Ну, это... Могло бы влиять? И он подошел к ней. — Ну, не думаю. Мы же аккуратно. И в этот момент она потянулась к нему и поцеловала в уголок губ, чем вызвало и удивление, и чувство эйфории одновременно. — Ну, тогда поехали. Надо разобраться, в чем дело. Привлек ее к себе и поцеловал уже по-настоящему. Так все к врачу, поспешила страница, ибо в брюках стало тесно, а в голове затуманилось. И неожиданно понял, что видит перед собой ту самую Лизу, которая и была четыре года назад. Заигрывающая, нежная, немного дерзкая, как всегда, и в то же время податливая одновременно. Она тоже не изменилась. Просто закрылась, спряталась. Но внутри она осталась прежней, той. Все остальное — это защитная реакция. Не более. И пока она натягивала шапочку на пашку, пока проверяла свою сумочку на наличие всего необходимого, Соколов сидел на широком подоконнике в холле и смаковал то особое состояние души и тела, которое стало посещать его все чаще и чаще. Вновь и вновь. Вселенная дала ему еще один шанс. Не улови. Правда, перед этим хорошенько встряхнула. По башке дало, по мозгам. А то и второпився, чтоб наконец-то очнулся от своего забвения. Ага. И просрать этот шанс он просто не имеет никакого права. Что, дошло до мозгов? Чине. До клиники добрались быстро. А когда Лиза прочитала название учреждения, то внутри боль накальнула. Здесь работает тот самый врач? Не надо было этого говорить, но оно само вырвалось, словно шрапнель, засевшая глубоко-глубоко в сердце. И дала о себе знать спустя годы. Нет. И он сразу понял, о каком враче идет речь. Потому что запомнил их последний разговор до мелочей, до взгляда, даже до самых мельчайших интонаций. Здесь жена одного моего партнера наблюдалась. Он как-то рассказал. А я принял все к сведению. Проверенная тропинка. Это хорошо. И она вышла из машины. Да, им еще не раз предстоит столкнуться с отголосками прошлого. Но это неизбежно. И надо только лишь набраться терпения и мудрости. Огромный медицинский центр находился в окружении оранжевых клёнов, рябин, березок. На ухоженной территории располагались детские площадки, тянулись целые аллеи. И было здесь так тихо, так спокойно. Благодать. А я на площадку хочу. И Пашка первым делом увидел разноцветный игровой комплекс. То, что ему и треба. А вы можете погулять, пока я... Начала была Лиза, но Евгений уверенно воткнул головой. Мы с тобой пойдем. Эй, и он подхватил сына, давай потом на площадку свою. Сейчас нам с мамой надо. По рукам? По рукам, кивнул. По рукам. И он поцеловал его в щеку. Ага. Рукам. За то время, что Лиза оформлялась, заводила карту, ждала своей очереди, Женя разгуливал с Пашкой по длинным-длинным коридорам. А в голову лезли всякие мысли. Твои, скакуны. Вот почему она так сторонится? Потому что привыкла справляться всегда сама, что ли? Или считает, что ему это будет неприятно? Или неинтересно? Или в чем вообще дело? Ну, и она нагнала их. Я пошла на прием. Предупреждаю сразу. Со мной нельзя. Точно нельзя? Точно. И она улыбнулась. Досадно. Ну, ладно. Мы будем здесь. Ожидать. И только она зашла в кабинет, как вся мнимая бодрость, бодрость духа, она мигом сошла на нет. Живот продолжал болеть. К счастью, доктор попалась аккуратная и очень вежливая дама средних лет. Не то, что в районной консультации, где она наблюдалась с Пашкой. Там вечно недовольная и злая докторица хамила через раз. Что уж там говорить об осмотрах. В одно из посещений вообще пришлось жаловаться самому главному врачу. После чего, конечно, и без того скверное отношение к ней врача, оно стало еще хуже. Жалобщиков никто не любит. Ну, а здешний доктор осмотрела бережно. Заодно и УЗИ сделала. И доктор выдала целую кипу бумажек. И рекомендации, и протокол УЗИ, и кучу разных направлений на анализы. А она уже успела забыть, вообще каково это. Впрочем, с Пашкой проблем никаких не было, несмотря на то, что приходилось в такую-то даль мотаться на приемы, а потом еще домой обратно возвращаться. Что врач сказал? У двери окестраж стоял Соколов. — Ничего сверхъестественного. И она пожала плечами. — Тонус? — Надо беречься. — То есть, что это значит, тонус? — Я сейчас сам разберусь. И он сам зашел в кабинет. Директор. — Жень! Но дверь за ним уже закрылась. — Мам! И тут же Пашка подсуетился. — Все в парлятке? — Да, малыш, все хорошо. Евгений вернулся через пять минут. Брови у него были сведены к переносице. Взгляд пугал тяжестью. На скулах желваки ходили ходуном. — У тебя угроза, — сложил руки на груди. И врач рекомендовала сохранение. — Это называется ничего сверхъестественного, да? — Жень, я справлюсь. Я сама справлюсь дома. А если вдруг станет хуже, вот тогда и лягу на сохранение. И даже не пытайся меня переубедить. И не делай такое грожное лицо. Мне уже давно не страшно. Лис. И тот сразу смягчился. — Все, идем на площадку. На улице Соколов снова попытался воззвать к здравому смыслу. Но не вышло. Уж чего-чего, а упрямство ей не занимать. О-о-о, моя доча. — Кстати, а какой ты там сюрприз нам готовил, м? — Ну, хотел Пашку в Рио свозить. Там океанариум. А потом бы заехали куда-нибудь перекусить. — Прошлись бы по магазинчикам. — Угу. А заманчиво звучит. И она взяла его под руку. — Угу. Но кому-то лучше бы в больничку все-таки. — Угу. — Так, еще одно слово, и мы подеремся. — Угу. — Глупая ты моя женщина. И он поцеловал ее в голову. И вдруг за их спинами раздался женский голос. — Всем доброго дня. Соколов аж дернулся и мигом развернулся. А за ним следом развернулись и Лиза с Пашкой. Напротив стояла высокая стройная брюнетка в элегантном бежевом пальто. — Ты что здесь делаешь? — Процедил сквозь зубы. — Хотела вот познакомиться с твоей женщиной. И окинула подозрительным презрительным взором Лизу, а потом и Пашку. — Женя, это кто? — Лиза так и смотрела на эту девушку. — Это Ксения Владимировна Перова. И она сама представилась. До недавнего времени девушка Евгения Федоровича. А ныне мать его будущего ребенка. — А вы что здесь делаете? — Уже второго планируете, я посмотрю. — Ты, Соколов, смотрю, прямо решил размножиться к сорока годам, да? — Молодец. Работаешь. — То есть? И она перевела взгляд на Женю. — Она твоя бывшая? — Да. И он выдвинул из себя с большим нежеланием. — И сейчас ждет от тебя ребенка? — Возможно, скажем так. — Хм. А что ж так трусливо, Жень? — И она замотала головой Ксения. — Как трахаться себе в удовольствии, так ты смелый, да? А как принять результаты, так сразу возможно, да? — Или мой ребенок чем-то будет хуже этого? — И она кивнула на Пашку. — Какой ты не такой, какой ты ненужный, да? — Неугодный. — Закрой рот. — Хм. А если не закрой, то что? Подойдешь и поможешь? — Я думала, мы будем семьей. И на глазах замерцали слезы. — В эту долбанную дыру полетела, когда узнала, что ты живой. Думала, счастливую новостью. — Дай ключи от машины. И Лиза протянула руку. Надо было срочно уйти отсюда. Нет, она не боец. Она не будет лезть на Абразору, разбираться с его бывшими, настоящими и прошлыми. Отстаивать свою территорию нет. И всегда было проще уйти. Да и в груди резко сдавило, заболело что-то. Вот. И он достал из кармана ключи и отдал ей. А я через пару минут прийду. И когда они с Пашкой ушли, Соколов медленно подошел к Сене. — Воу-воу! И та выставила руки вперед. — Потише, большой человечек. Только без глупостей. Я все-таки беременна. Так, ты совсем, что ли, дура? Или прикидываешься? Кто тебе сказал, где я? — Ну, я попросила кое-кого понаблюдать за тобой. Ну, ты уж извини. — А ей ты так и не сказал обо мне. Ай-яй-яй, какой ты! И злорадно усмехнулась. — Бедная девушка. Теперь будет себя чувствовать обманутой. — Полагаю, это уже не в первый раз. — И что дальше? — Ты приперлась сюда, нагадила, да? — А дальше-то что? — Убирать кто будет? — Какая твоя конечная цель? — Цель? — Сейчас мне как никогда больно, Женя. И эту боль в одиночку носить в себе — это очень больно. Просто невыносимо, Женя. — К тому же ты так лихо отбоярился от меня там, что в больнице от нашего ребенка, что задетое чувство справедливости, оно толкнуло меня на эту встречу. — Прямо само. — Ну а теперь-то полегчало, да? — Облегчилось, а? — Знаешь, да. Полегчало. — Желаю хорошего дня. И направилось в сторону въездных ворот, за которым ее дожидалось уже такси, заготовленное. К машине Соколов шел в состоянии беспомощной ярости. Какой же он все-таки кретин. И когда сел в машину, когда посмотрел на Лизу, он понял, что лучше сейчас вообще ничего не говорить. — Это просто-напросто не поможет. Кирилл оказался прав. За обидой последовала месть. — Угу. — А ее ты тоже отправил на аборт? — спросила спустя полчаса пути. — Нет, не отправил. И он сжал руль с такой силой, что пальцы аж побелели. — Я узнал обо всем после крушения, как раз когда уезжал на встречу с братом. — И с тех пор ты молчал? — Хотя ты даже и о брате молчал. — Будто в этом и есть какая-то великая тайна. — Да? — произнесла она с печальной улыбкой. — Лиз, я тебе все объясню. — Ну да, конечно, я даже не сомневаюсь. — А забавно. И она принялась включать и выключать экран телефона. — Ты так грубо с ней разговаривал? — Да. Прямо как со мной. — Тогда. — У нас с ней. И тут он замолчал. — Была договоренность? — Я уставилась на него с ухмылкой. — Никаких детей? — Никаких отношений? — Так? — А ты себе, смотрю, и не изменяешь. — Пожалуйста, не надо вот этого снисходительно-обвинительного тонна. — И он начал заводиться уже. — Я — да. Я такой, Лиза. Закоренелый холостяк, который прямо говорит о своих желаниях или нежеланиях. Ну, где-то я циничный. Где-то, может, даже жестокий. Это я не спорю. И скажу тебе честно, с Ксенией я просто спал. — А со мной ты тоже просто спал. — Открою тебе такой секретик. — Разве нет? — Я не хотел тебя терять. Но был слишком уверен в своей исключительности. Потому и позволил всему случиться. И, по-моему, хорошо поплатился за свои ошибки уже. А сейчас вон из кожи вон лезу, чтобы заслужить твое доверие. И все никак. — А еще меня достало, что ты постоянно при любом удобном случае тыкаешь меня носом, а? Вот прям тыкаешь в это вот прошлое. Ну вот зачем так? — Хорошо. Больше не буду. Как того кота, да? И она отвернулась к окну. — Надо в аптеку заехать, купить то, что врач тебе прописал, да? — Да, надо. Лиза впервые ощутила безразличие. Вот только сейчас. Насколько ей хотелось плакать там, перед этой женщиной, настолько не хочется здесь вот сейчас, прямо перед ним. А в душе стало пусто и глухо. Соколов по-прежнему совершает поступки только с позиции своей собственной выгоды. И так всегда. Ему чихать на ее чувства. Да и вообще на чьи бы то ни было. Брата считает человеком второго сорта. Вечно во всем виноватым и недостойным элементарного спасибо даже за помощь. И то не скажет. С Ксенией разговаривал так, будто она не женщина вовсе, с которой он делил постель. С которой наверняка было хорошо живеть, а? А какой-то мусор. Именно так говорил. Да и на нее уже злился вовсе. Видите ли, ему надоело упоминание прошлого. И что дальше будет, если уже сейчас так? Начнет на Пашку раздражаться? Стоит ли еще раз говорить о том, какая она дура, а? Дура ты, Лиза. Куда ты влезла в эти сети во второй раз? Эх, дура, дура ты. И так все очевидно. Сейчас сил не было злиться даже на себя. Хотелось поскорее добраться до дома, заползти в кровать и хотя бы на полчаса отключиться от этой реальности. Хотя бы на полчаса. И по дороге они заехали в аптеку. Евгений купил все необходимое, заодно прихватил Паше витаминный леденец. После чего отправились уже домой, где Лиза прямиком пошла на второй этаж. Прямой дорогой. Само собой, говорить с ним она не собиралась. А Соколов остался внизу с сыном. А ты будешь? И он протянул отцу конфету. Нет, родной, не буду. Но он помог ему снять фантик. А в голове тем временем пульсировала одна единственная мысль. Только бы Лиза не надумала уехать. — Ну, а ты чё такой помятый, м? Кирилл нашел брата, лежащим на диване. В воздухе витали ароматы коньяка. — Чё такой помятый, а? Лежишь. — Можем себе позволить, — ответил с хмельной ленцой в голосе. — А ты что хотел? — Я от юристов. — Хотел поздравить. И он присел на подлокотник к креслу. Дело с рабочими на лесоповале можно считать уже всё закрытым. Закрыли мы это дело. Все стороны договорились по деньгам. Всё. Судов не будет. Всё. Ха-ха. Фатит. Ну, хоть это хорошо. Ну, а бригадира, кстати, отмазали. Так-то он, мужик, неплохой. Ну, вот облажался. А тот пацан, которого посадил за пульт, вроде как он его в ученики себе взял. Ну, вот так вот сделали. А тут угандошил человека, да? Хороший ученик. Ничего не скажешь. Ну, если уж так рассуждать, то и ты ничем не лучше. Тебе же говорили не лететь, а? Ну, а что в итоге? Что получилось? Ты чуть не угандошил пилота и сам чуть не сдох. Так что всё в этом мире относительно, братик. Ну, да, в этом ты прав. И он сел, а затем налил себе ещё коньячку. Тебе не предлагаю даже. И он глянул на него из-под лобья. Ну, а может, всё-таки расскажешь, что заставило тебя пить на рабочем месте, м? — Моя наполненная событиями и смыслом — личная жизнь. И он криво усмехнулся. — А ты иди, иди. Работай дальше. Ага. И он покачал головой. — Ну, ты тут это, особо не увлекайся-то. В нашей семье главный тунеядец и неудачник — это же ведь я. А ты пример для подражания. Статуя. В ответ Евгений только лишь фыркнул и залпом опустошил стакан. И когда за братом закрылась дверь, Соколов откинулся на спинку дивана. Лиза молчит уже неделю. Неделя мовчизны. Просто молчит и всё. Статуя. Ни да, ни нет. Невозможно. НИ-ЧЕ-ГО. Он уже и просил прощения, и бесился, и тоже включал обиженку, но ничего не помогло. — Она, Калина, ты вставал, ты, чукча. Молчит, хоть тресни. Хоть бы что. Ну, ладно бы хоть высказала всё, что накипело. Обвинила во всех смертных грехах, а? Хоть понятно было бы, о чём она там думает. А нет. Ничего. Вовсе. Конечно же, спать она ушла в Пашкину комнату, а сын начал всё чаще капризничать. Видимо, он тоже чувствует неладное. Как оказывается, легко можно превратиться во врага и для всех сразу. Угу. От любви до ненависти действительно один малый шаг. Я бы даже сказал, шажочек. Раньше он об этом как-то и не задумывался вовсе. Вернее, ему плевать было на чужое мнение. Ведь так. На хорошее, так и на плохое. На всех. С большой колокольни. Ну, а теперь всё чаще он начал обращать внимание на слухи. На взгляды эти. На тон, с каким говорят люди. Лиза абсолютно точно считает его конченой мразью. Ты конченая. Это понятные бы слов. Но какие при этом мысли вынашивает, вот что хочется ему сейчас знать. С того самого дня жизнь превратилась в ад. Тихий ад. Тихий ужас. На работе все думы только и только об одном. Лишь бы вернуться не в пустой дом. В ту заброшку. А дома это чертово молчание и презрение в её глазах. На любом шагу. Она уже сделала для себя кое-какие выводы. Раз ведёт себя так. Разборки устраивать лишний раз тоже не хочется. Да и нельзя сейчас. Потому и приходится сидеть, как на пороховой бочке. Мучительно ждать, когда она рванёт. Угу. Бабахнет. А Лиза в это время пыталась дозвониться до отца. Но он не брал. Причём второй день подряд. Не брал эту трубку. Поначалу были свободные гудки. А вот сегодня уже номер вне зоны доступа. Это что за ерунда такая? По погодным сводкам сейчас спокойно там. Наступила пора первых заморозков. Но без каких-либо отклонений от нормы. В итоге, снова не дозвонившись, она набрала дядю Колю. Однако ответил не он. Добрый день. И она тут же осеклась. А я могу поговорить с Николаем Григорьевичем? Добрый день. И вдруг мужчина затих на пару секунд. — Лиза? Это ты? — Да. Это Александр, сын Николая Григорьевича. — Прости, Саша, не узнала. Слушай, я тут до отца не могу никак дозвониться уже второй день. Ты случаем не знаешь? Или дядя Коля... Может, хоть кто-то знает, в чём там может быть проблема? А? И он снова замолчал. Причём на этот раз он замолчал надолго. — Алло! Алло, Саш! — Да, да, Лиза, я тут. — Что случилось там? И ладони вмиг у неё вспотели. И сердце заколотилось, как бешеное. — Семён Аркадьевич... Он просил не говорить тебе. Ну, это абсурд, конечно. В общем, он в больнице. — Как? Почему? — У него там с почками проблемы. — Отец и я к нему ездим. И хоть он очень просил, всё-таки тебе тоже лучше приехать. — Пожалуйста, сбрось мне адрес той больницы. Я постараюсь с первым же рейсом туда прилететь. — Хорошо. Я могу тебя даже встретить. — Да, было бы здорово. Спасибо тебе большое. И стоило разъединиться, как Лиза схватилась за голову и заходила туда-сюда, как чувствовала, что этим всё и закончится. — Нельзя было уезжать. — Ну, нельзя было. — Хороша дочь. — Дотя. Получается, тот человек, который все силы ей отдавал, который он любил, оберегал её, никогда в жизни не предал. И сейчас один в какой-то больнице с неизвестно каким-то диагнозом, а она тут с этим бездушным созданием. И ради чего всё? Вот ради чего? Ну, паниковать нельзя. Ну, так, в теории. На практике оно всегда. Попробуй, реализуй. Но всё равно, надо срочно принимать решение. И Лиза кинулась к планшету. Открыла сайт по продаже авиабилетов. Сразу же. Увы, но ближайший рейс был на утро только с завтрашнего дня. Да и ценник значился такой, что уже на этапе покупки билетов её счёт сразу же опустеет. Мах! И наполовину. Но к Соколову обращаться ей не хотелось совершенно. Гордость! Ага! Вот-то дотю мою! Ему вообще ничего не хотелось говорить. Вот вообще! Она так и так мыслила вернуться домой. Хватит с неё всей этой хорошей жизни. Нажилась. Натерпелась. Всё. Наелась. Хватит. И в который раз убедилась в прописной истине, что дважды в одну реку никогда не войдёшь. А Женя пусть хорошим отцом ребёнку Ксении будет. У них куда больше шансов на счастливую семью. И как же хорошо, что не успели мы ни расписаться, ни Пашку на него записать. Хоть здесь хорошенько. Да, но только вот с деньгами по-прежнему неразбериха. И тогда она набрала в грудь побольше воздуха и таки позвонила Кириллу. Он как-то обмолвился, что готов прийти на выручку в любой момент. «Привет, это Лиза». И она заговорила с давленным голосом. «Можешь сейчас говорить?» «Привет, Лиза. Конечно. Что там такое?» «А ты мог бы подъехать к нам? Мне очень нужна твоя помощь. Только прошу, умоляю, не говори ничего Жене. Хорошо?» «Хорошо. Хорошо, не вопрос. Через два часа буду. Как штык!» Как и сказал Соколов-младший, прибыл ровно через два часа. «Ой ты, пунктуальный. Пункт!» «Заходи». И она открыла ему дверь. «Дядя Кирилл!» И сейчас же прибежал Пашка. «Ты к нам в гости приехал!» «Привет, брат!» И он дал ему пань... «Пять!» «Ага!» «А ты, кажется, вырос уже, что ли?» «Нет?» «Вроде такой мелкий тут бегал!» «Ха!» «Вообще не видать!» «Как крупата!» «А тут смотри, кого!» «Вообще!» «Прям здоровяк!» «Здоровый!» «Не знаю!» И он пожал плечиками. «А хочешь, я покажу тебе свою новую машинку?» «Ну, тащи!» «С радостью посмотрю!» «Урла!» И он поспешил к себе в комнату. Лиза с Кириллом тем временем зашли на кухню. Требовалось срочно снять напряжение, для чего она заварила травяной чай, травки, которые привезла с собой. «Слушай, а ты мог бы мне одолжить немного денег?» И она сразу же поставила перед ним чашку. «Эммм...» И он сразу же стерялся как-то. «Могу!» «Да!» «А сколько?» «Тысяч сто!» «Даю слово, я верну все до копейки!» «А ты можешь и не возвращать!» «Ты скажи, главное, что случилось-то, а?» «Мне срочно надо вернуться обратно в деревню!» «Отец у меня заболел!» «Так...» «А почему не хочешь рассказывать Женьке?» И он произнес как-то с прищером. «Потому что между нами все сложно, Кирилл!» «Мы так и не смогли!» И она замолчала, не зная, как лучше объяснить. «В общем, я бы и так вернулась домой!» «Ясно!» «Терри понятно, почему он там бухает, не просыхает, а?» «Сильно?» И она нахмурилась. «Ну, пока не очень, но мини-бар у него большой там еще. Осталось, а!» «Позволь спросить!» И он отпил немного чая. «Что такого произошло между вами, а?» «Между нами все произошло еще четыре года назад, Кир. Не надо было нам даже пытаться». Но она махнула рукой. И я сглупила. «У него есть другая женщина, которая от него беременна». «Узнала наконец-то». И он грустно усмехнулся. «Ты тоже знал?» «Знал». «Но рассказать не мог. Сама понимаешь. Это не мое дело». «Понимаю. Представляю, каких усилий ему стоило все рассказать. А он и не рассказывал. Эта женщина, она сама нас нашла. И сама все рассказала. Женя только подтвердил. «А-а-а! Вон оно как! Значит, ты хочешь по сути сбежать? С ребенком? Так? Ну, я бы назвал иначе. Уехать тихо, без этих скандалов. Без ненужной нервотрепки. И да, тебя это вообще не должно волновать. Мы толком ведь не знаем друг друга. И поверь, напрягать людей своим проблемой я очень не люблю. Но сейчас просто вынуждена». «Ну, ты об этом даже не переживай. Ты не напрягаешь. Я помогу. И он же сейчас же достал свой телефон и разблокировал. Так, твой номер привязан к банковской карте, да? Да. Ну, отлично. И через какую-то минуту на телефон Лизы пришло сообщение о поступлении на счет двухсот тысяч. «Угу». «Нет, это очень много, Кирилл». И она округлила глаза. «Нормально, нормально. Лишнее на лекарства отцу все потратишь. Все в дело пойдет». «И когда ехать собираешься?» «Завтра. Рейс у меня в 11.30». «А как? С водилой Женьки я тебя не советую. Он тут же донесет все боссу». «А я на такси думала». «Ах, так, давай так. Давай я вас всех отвезу». «Мне правда очень неловко, Кирилл». «Но мне правда не сложно. Я же ведь сам предлагаю, м?» И он улыбнулся. «Я знаю своего братика Лиза. Очень-очень хорошо. Он очень сложный человек. Временами просто невыносимый. Многие сотрудники за его спиной называют только одним словом. Говно». «Оно говно. Так и говорят». «Не веришь?» «О, говно приехало». «Да». «Смотрите, говно сегодня наше что-то не в духе». «А я ж тебе говорил, вывози ты то говно». «Я ж тебе говорил, помнишь?» «Ну, так воно и е». «Авно». «Ну да, и так далее». «Вот так и называют у нас». «Ты не знал, что ли?» «Но он не безнадежен». «Это да. Он не безнадежен». «И то, что мой братик начал пить на работе, это, знаешь, о многом говорит». «Есть у него пунктики, пунктир, один из которых сухой закон на рабочем месте. Есть такой пунктик. И я смотрю, он сейчас ломает его». «Может, и ломает. Меня тоже в свое время ломало, только до этого и никому не было дела. Никому». «Ну да, прошлое не изменишь». «Все верно, не изменишь». «Спасибо тебе за чаек». «Таежный». «Угу. И тебе спасибо». «Только у меня один вопросик все же есть. Как быть с Пашей? Женька в нем души не чает, я смотрю. Да и пацан к нему тянется». «А они будут общаться, если Женя захочет. Я не против». «М-м-м». «Ясно. Тогда будем ждать от тебя СМС с подтверждением». «Хорошо. Еще раз спасибо». Еще минут двадцать Кирилл провозился с Пашкой, после чего только поехал. И пока ехал, пару раз порывался набрать братику, рассказать обо всем. Но он не стал этого делать. Он не стал. Пусть сам разгребает свои проблемы. Сколько можно за ним убирать? Бог ему много ума отсыпал, да? Так что сам там разберется. А Лиза всячески себя успокаивала. Сегодня она должна отыграть роль, чтобы Евгений ни о чем не догадался. «Стыдно ли ей?» «Нет. Ей совсем не стыдно. Ведь до последнего врал он, а не она». «Да, он объяснил свою ложь вполне даже логично. Мол, что бы изменилось? Расскажи он о Ксении тогда или сейчас. Ну, действительно. Что, мол, изменилось бы? А ничего». «А он с ней спал?» «Она теперь беременна?» «Беременна временна. Вот тебе все логические цепочки, причины и следствия. И если ребенок его, в чем Соколов почему-то сомневается, то и помогать он ему будет, и общаться, значит, тоже. Безусловно, дети ни в чем не виноваты. Они всегда становятся заложниками ошибок взрослых. Но, в конце концов, почему она должна понимать? Почему она должна принимать все его ошибки? Не должна. У нее есть свой собственный ребенок. И второй вот скоро появится. Ей нужно думать только о себе, о своей душе, которая снова оказалась изорвана в хлам. Ей нужно думать о детях, что им есть, во что одеваться. А думать об отце, единственном преданном человеке. Об отце подумай. В больничке сейчас лежит. Так что сейчас пора и ей стать эгоисткой. Паш, и она подозвала к себе сына. — Давай с тобой договоримся. Ты папе сегодня не говоришь, что к нам приезжал дядя Кирилл. Хорошо? Мы ему потом расскажем. — Хорошо. И он произнес это так отчетливо, что Лизе все-таки стало не по себе. — Ну, хватит. Хватит быть сочувствой и жалеющей. Хватит. Женя поставил сыну звук Р. Рыба. Она растила его в одиночку все три года. Ведь так? А Соколов вернулся в восемь. Выглядел помятым весь. От него шел характерный запах. Кирилл не обманул. Отпустив сухое приветствие, он сразу же отправился в душ. А после засел с Пашей в гостиной, где они играли, смотрели мультики, рисовали вплоть до самого ужина. — Как себя чувствуешь? — начал он, как только сели за стол. — Хорошо. И уставил свою тарелку. — Наверное, надо снова к врачу съездить. — Показаться. — Наверное. — Лиза, я бы очень... И он сжал вилку. — Я бы очень хотел поговорить с тобой нормально. Без этих вот односложных ответов. И глядела куда угодно, но только не на меня. — Ну, Лиза. — Ты спрашивай, Женя. Я отвечаю. — Ну да, спасибо, что хоть не молчишь. Как все дни до этого. Да? — Я просто не понимаю твоей обиды, Лиз. Я уже вообще ничего не понимаю. Я тебя не изменял. — А я знаю. — Тогда почему? Почему ты так себя ведешь? — Давай не будем спорить у сына на глазах. Он и так начал нервничать. — Ну, конечно, начал. На его месте любой бы начал. Когда тут холодная война идет в самом разгаре. Когда жена не разговаривает с мужем. Вот даже не смотришь в его сторону. — А мы не муж и жена. — Сказал он ему это. — А знаешь, почему? — И он раздул ноздри. — Потому что кто-то сидит и вскармливает себе совершенно необоснованные обиды. — Как на дрожжах все там растет. У тебя. Так бы вон уже неделю назад могли пожениться. — А странное у тебя представление о семейной жизни. Изо всех сил она старалась держать себя в руках. — По-твоему, я должна была бежать в ЗАГС на следующий же день? После того, как узнала о Ксении ее беременности, да? Так что ли? — А для чего? — Чтобы срочно застолбить такого-то крутого мужика, да? — Зафиксировать прибыль, да? — Как ты говоришь. — Или просто взять, да и закрыть глаза на другую женщину? — Или как получается? — Я тебе уже сто пятьсот раз говорил, что она мне не нужна. Ну, не нужна она вовсе. — Зачем она мне? Я же тебе говорил, что она была до тебя. До, слышишь? — А беременность? Ну, да, да. Там все под вопросом. Остальные рассказы и все вообще аудиокниги находятся в нашей библиотеке. — А почему же он его сегодня пошел проверять? — Снизу, в описании, вот здесь, под видео, в плейлисте «Все аудиокниги». Там все наши истории, вся целая библиотека наших рассказов идут, включаются все автоматически, кстати. Дуже даже удобно. Нажимаешь и вспышь под них. Вот такое радио. Не забывайте подписаться, ребята. И не забывайте, конечно, кто хочет помочь нашему каналу, стать спонсором. Снизу тоже есть все ссылки в описании. Донаты, шматы и так далее. А на сегодня шо? А на сегодня уже все. Спокиноки. Увидимся. Пока-два.